Денис, приветствую тебя на очередном баттле, хотя знаю, что тебе не нравится это слово, на брифинге, который, как мы с тобой, к общему пониманию пришли, разбора ситуации с точки зрения фундамента, с точки зрения техники, даем рекомендации по отдельным инструментам, одинаковым, потому что, опять же, это фидбэк от аудитории, и им хотелось бы видеть разбор полетов с позиции техники, с позиции фундамента. То есть удовлетворяем запрос в этом плане. Также по поводу фидбэка, друзья, если есть какие-то еще пожелания, обязательно пишите в комментариях к этому ролику, что, может быть, еще сделать, что добавить, с удовольствием, обязательно сделаем. Денис, ну, я предлагаю сегодня по горячим следам поговорить вкратце и с позиции техники, и с позиции фундамента о том, что на рынке нефть творится. Безусловно, самый жаркий актив. Да, только ленивый не говорил об этом. Может быть, кто-то уже устал от, опять же, бесчисленных, бесконечных обзоров, но я думаю, что мы сегодня с тобой тоже обязаны уделить ему внимание, посмотреть, прикинуть, что с этим рынком может произойти дальше. Поэтому, если ты не против, давай в качестве одной из идей возьмем как раз нефтянку сегодня и, может быть, поговорим сегодня еще о евро-долларе. Ну, мне сегодня, как и для фундаменталистов, этот актив поближе, потому что у нас уже совсем на носу парочка отчетов, и хотелось бы приурочить именно к ним инвестидею. Если не против, давай тогда начинать, и я по традиции тебе передаю слово, а потом уже перехвачу его у тебя. Да, Артем, давай. Сейчас подключаюсь. Отлично, у меня уже должно быть видно. Да, да. Итак, да, действительно, неделька у нас такая, выдалась весьма забавная, причем это только ее понедельник. Ну, про нефть, я думаю, ты более детально расскажешь, то, что вчера произошло, скажем, больше с позиции фундамента и поставок и разные эти моменты. Хотя, наверное, только лениво уже об этом не писал или не говорил касательно того, что коснулось нефти. Мне кажется, скоро будем выходить, когда вся эта конъятность карантина закончится, будем выходить во двор, и бабушки будут сидеть и говорить, вот, дучок, а ты видел, как мне было минус 40? И так потом будут передавать. По поводу евро, смотри, какая сейчас картина? Я сейчас пока нахожусь вне рынка, точнее, как меня сегодня утром просто закрыло уже по безубытку, у меня были аккуратные покупки, вот они еще 0,850 отсюда как раз. И в чем суть? Дело в том, что сейчас, стараясь даже более аккуратно подходить к торговле, потому что, опять-таки, началась вот эта фаза неопределенности. Вот евро уже на протяжении третьей недели, вот с прошлой недели, позапрошлой недели, они все движутся в одном узком уже диапазоне, всего лишь 200 пунктов. То есть для евро это, в принципе, ничего. И получается такая ситуация, то есть у нас сильнейшее накопление сделано, евро в этом накоплении до сих пор у нас колбасится, находится. И у меня лично есть всего одна идея, то есть в случае, если произойдет закрепление 4-часового тайма выше уровня 1,0880, тогда действительно рекомендую покупать. Это сделал для своих подписчиков в понедельник, то есть показал уровень и сказал, что если закрепляемся выше, тогда уже только активируются нормальные покупки, и можно действительно их будет уже в них входить и в дальнейшем сопровождать. По факту мы только лишь, вот, очень хорошо видно, только тенями касались данного уровня, вот он горизонтально отмечен, тенями бились, 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 и в итоге все равно от него же отскочили. Сейчас евро, в принципе, в середине баланса находится, то есть выход, возможно, в любую из сторон. То есть я здесь жду всего одно условие, то есть закрепляемся в районе данного уровня и выше, для меня активируются покупки. Если же появится где-то здесь внутри кульминация, то есть какой-то крупный вертикальный объем с часового графика, а здесь его пока еще даже и не пахнет, ни сегодня, ни вчера, ни даже на прошлой неделе вообще не было, по большому счету, крупных объемов. В отличие от того, что было там две или три недели назад, здесь, да, действительно, опорники более сильные были. Сейчас вообще вот объемы торгов упали в два раза, то есть поэтому, собственно, у нас и активности практически никакой. Вот, так что я вот эту всю картину просто как наблюдатель жду, но также я посмотрю, есть у меня еще запасная идея, заключается она в том, что у нас внизу есть формированные, с точки зрения опционного анализа, здесь очень сильные диапазоны. Зона сама по себе очень широкая, то есть от нее лимитом входить я бы, конечно, не советовал, потому что стоп большой будет в данном случае. Но, тем не менее, сам по себе диапазон очень сильный в том плане, что он усиливается именно опционными границами. То есть вот можно посмотреть, где у нас находится текущая месячная граница, текущая недельная граница у нас здесь же тоже. М2 где-то, а, М2 вот у нас он и того ниже еще даже будет в районе 0,460 примерно в тех краях. Короче, внизу у нас диапазон реально такой достаточно мощный, сильный есть. И на самом деле существует вероятность того, что могут сделать вот такой финт, то есть прогуляться вниз к дальней зоне и затем уже только после этого пойти наверх. У меня этот вариант был 2 недели назад, но я от него как-то отказался, потому что неплохое сделали проталкивание выше, подумал, ну, здесь могут еще нормально проталкивать, но по факту вернулись, сейчас без объемов фактически падают вниз, когда такая ситуация происходит, то могут валиться уже до следующего диапазона. Извини, перебью тебя, я правильно понял, что если мы не закрепляемся выше уровня 1,0880, то ты сохраняешь короткие позиции? Да, совершенно верно. То есть для меня переворот это только закрепление 4-часового тайма выше 1,0880, потому что все, что ниже, это все в рамках баланса уходит. Закрепление выше данного уровня действительно уже перераспределение делать на покупке. Поэтому я реально уже склоняюсь к варианту, что где-то в район 0,5-0,6 вот сюда цена может прийти. Я их сформировал по стратегическим уровням поддержки, так что примерно вот такую картину нам могут дать, так что надо быть готовыми. Что касается нефти, достаточно интересная картина, у меня практически до нефти даже дошло. Здесь я сразу говорю, да, я немножко псих, я хочу маленькими кусочками, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть набирать уже в текущем июньском контракте суммарную совокупную позицию для Лонда. То, что произошло вчера, опять-таки, думаю, более подробно расскажешь по поводу того, как нефть стоило минус 40 баксов майскую поставку в моменте. Но, опять-таки, там не было, в принципе, рыночных участников, по большому счету практически вообще смотрел там объемы торгов, крайне мизерные были. То есть, в принципе, это совершенно с другим было связано. Вот, и касательно июньского сейчас вот контракта, даже те объемы, которые пытались откупные вчера сформировать, вот я их как раз показывал у нас, тоже в чате вот есть крупный недельный, часовой точнее объем, вот он значительно выделяется, но при этом реакции ноль. То есть, цена не смогла закрепиться выше 22.05, то есть, это верхняя граница опорника и закрепление тела свечей, именно тела, что очень важно, выше, но еще как-то можно было говорить о коррекции. Не смогли вообще это никак сделать, поэтому я буду сейчас просто по страйкам границы рынка в данном случае ориентироваться. Самый ближайший находится на уровне 20. Следующий такой, именно наиболее значимый, будет находиться в районе, сейчас скажу, 17. То есть, 20 и 17, это на данный момент те уровни, которые у нас есть. Больше отталкиваться нечего, технических уровней здесь толком тоже нету. Смотреть на 90-го года уровни, ну, как-то уже немножко несерьезно, поэтому 20 и 17, вот эти вот два уровня, которые мне лично больше всего нравятся. Те, которые нижненедельные, там объемы абсолютно небольшие, поэтому они не будут такие же прям основополагающие. А так, в принципе, до 17 еще цена прогуляться может, и отсюда уже можно нормально ее будет ламгануть. С текущих, ну, такое, по мизеру, поэтому я более основные буду рассматривать покупки именно в районе 17 по текущему контракту. Вот, такое мое мнение по нефти, то есть, там, сильно глубоко вниз его не смотрю, но в то же самое время и на движение вверх далеко тоже не рассматриваю. Вот, поэтому 17 пока вот эту цифру советую запомнить. Спасибо тебе большое. Давай тогда я у тебя перехвачу слово. Давай. Так, ну, демонстрация уже должна бы обойти. Да, все видно. Слушай, сегодня мы с тобой тоже, в принципе, одинаково смотрим на инструменты, что, собственно, по евро вниз. Опять же, если евро не восстановится до того уровня, который ты назвал. По евро я также бы сейчас рекомендовал присматриваться к коротким позициям, если кто-то этого еще не сделал. Потому что, на мой взгляд, уже ранее снижение главного валютного риска было абсолютно легко прогнозируемо. И сейчас вот мы котируемся на отметке 1.08.22. Я предлагаю тем, кто все-таки не открывал шарты раньше, допуститься и присмотреться к возможности небольшой коррекции до уровня 1.08.50 и уже продавать оттуда. Сегодня, с точки зрения фундамента, важный день. В принципе, неделя для евро будет интересная. Сегодня у нас ZIU, бизнес, активность Германии и оценка экономических условий. И еще важнее, в четверг выйдут индикаторы производственной активности, сразу ряда европейских экономик и еврозоны. Короче, после того, как мы констатировали закат европейской экономики в плане серьезнейшей экономической рецепции из-за пандемии, хотелось бы получить больше вводных, которые показали бы, насколько эти самые экономические проблемы стали сейчас для этого региона актуальны. Так вот, эта статистика сегодня нам поможет. Даже по ожиданиям я рекомендую посмотреть на прогнозы. Экспертов в экономическом календаре по бизнес-оптимизму, там, у нас минус в районе 42, я думаю, что будет еще хуже цифра. По экономическим условиям тоже там рекордные минимумы, минус 77, хотя я уже склоняюсь к отметке минуса 80. Очень интересная тема была разобрана лично мной на одном из моих последних брифингов с отсылкой на прогноз Goldman Sachs относительно того, куда евро может прийти. Вот ты сделал акцент на уровень 1.06, и, кстати говоря, Goldman Sachs с тобой согласятся. Они считают, что евро туда идет, и в качестве их аргумента настраивают они своих клиентов на возможность неизбежного, еще большего развала после выхода Англии. Я уже так говорю, развал Европейского Союза из-за отсутствия политической солидарности. Они, кстати, уже назвали кандидатов среди стран, которые могут покинуть ее следующими. Это Нидерланды, это Венгрия и Франция. И, возможно, вопросы об этом будут подняты уже в конце 2020 года. Это пока длительная перспектива. Я предлагаю на этой неделе сфокусироваться как раз до нашего следующего с тобой выпуска на статистике и на факте роста доллара. По индексу доллара были тоже длинные позиции. Индекс американской валюты закрепился выше сотки. Укрепление доллара – это еще один фактор снижения евро. Поэтому, в принципе, тем, кто хочет прям рискнуть, можно продавать евро прямо сейчас. Цель 1.06, те, кто хочет все-таки подождать и выбрать более оптимальную точку входа – это целый лимит с уровня 1.0850. Ну и что касается нефтянки, опять же, жаль, что у нас с тобой не было возможности чуть пораньше выйти в эфир, потому что, ты сам видишь, часовые свечки, огромное, безумное снижение и самое настоящее медвежье ралли. Действительно, история вершится на наших глазах. Правильно ты сделал акцент на то, что происходило с майским фьючерсом. Котировки закрылись на уровне почти минус 38 долларов. Это вообще прецедент. Казалось, такого быть в принципе не может. Но почему так произошло? Сейчас, опять же, как многие знают, на рынке нефти есть серьезная проблема не только падения спроса, но и избыточного предложения, которое приводит к фактически сокращению и заполнению всех свободных ванилищ, которые используются для того, чтобы запасать резервы нефтянки. Так вот, если вернуться к майскому фьючу, произошло следующее. Когда он практически был закрыт, он перешел в разряд поставочного. То есть теперь начались обыкновенные расчеты между продавцами и покупателем. Продавец должен поставить, собственно, нефтянку покупать, ее обязан принять. Но, разумеется, учитывая, что хранить нефть сейчас негде, те, кто досидел в этих контрактах до самого последнего, они просто осознали, что нефть-то будет поставлена, но вот что с ней делать? И, поскольку ответа на этот вопрос не было, собственно, попробовали избавиться с дисконтом, то есть доплачивать за это. Такого не было никогда. Я не знаю, что с рынком нефти будет дальше, но очевидно, что проблема, которую мы характеризовали как избыток предложений, отсутствие мощности для хранения, эта проблема, она, наверное, в разы превосходит самые смелые предположения, которые делались. Тем более, что майское соглашение, майское и июньское соглашение по сокращению добычи, оно фактически вступает в силу через полторы недели. Сегодня у нас 21 апреля. Мне страшно представить, что может произойти за эти 10 дней, опять же, для рынка нефти, потому что сейчас уже проблема перекоса, баланса спроса и предложения, она просто титаническая. Но вот эти часовые свечки, они как раз указывают на то, что у рынка нет дна сейчас. По бренду 22.52 я бы, конечно же, хотел, если бы была возможность дождаться, опять же, отката в район 25 и только потом продавать. Но я думаю, в таких условиях нужно действовать по тренду решительно, быстро. И даже несмотря на текущее снижение, все равно заходить даже по рынку и рассчитывать на то, что бренд улетит по район 20 долларов, либо даже по ниже. Опять же, последний прогноз Баркинда, это глава ОПЕК, что уже в этом квартале перепроизводство нефти станет настолько значительным, что избыток превысит 15 миллионов баррелей в сутки. Но я думаю, что это оптимистичная оценка. То, что происходило с вчерашним уже несуществующим, скажем так, майским фичом, доказывает то, что избыток может превысить даже 30 миллионов баррелей в сутки. Короче, здесь только селл, Денис. Я пока что не буду набирать длинные позиции. Желаю тебе удачи в этом плане. Но я буду выжимать пока что по тренду все, что можно. Это моя идея. Денис, большое тебе спасибо за твои рекомендации. Я думаю, что посмотрим, как... Не думаю, уверен, как они отработают уже в ходе нашего с тобой следующего эфира. Хороших тебе торговых дней, хорошего настроения. Давай следить за нефтянкой и увидимся уже в четверг. Пока. Все супер, договорились. Тоже отличная неделя тогда и до четверга. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok